Здравствуйте! В эфире Вести Фармацевтика. Программа для тех, кто желает лечиться правильными лекарствами. Ну а в этом нелёгком выборе помогу вам я, Ирина Росиус и корреспонденты канала «Россия-24». Сегодня в выпуске. Скажи, наркотикам нет в России запретят продажу акадинсодержащих препаратов? Бат, пища или лекарства? Фармакологи развеяли вымысла о биологически активных добавках. Дыши глубже, инвестиционная терапия скоро вытеснит таблетки. С мая будущего года в России может быть запрещена продажа без рецепта акадинсодержащих препаратов. Об этом сообщил глава федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Для справки, акадин – это природный наркотический анальгетик опиодного ряда. По действию он близок к морфину, но с более слабыми, более утоляющими свойствами. Акадин используется для снятия боли, против кашля и диареи. По словам Виктора Иванова, доступность кдинсодержащих препаратов привела к значительному росту наркоманов. Из лекарств они кустарно изготавливают тезоморфин – наркотик, который по активности в 10 раз превосходит морфин. Директор федерального ведомства призвал фармкомпании начать разработку безопасных аналогов кдинсодержащих препаратов. Более 10 лет назад в России появились первые биологически активные добавки. Сегодня, по оценкам специалистов, объем рынка БАДов в нашей стране составляет более 2 миллиардов долларов с годовым ростом около 17%. Ежегодно в России регистрируется от 2,5 до 4 тысяч БАДов. И хотя 10 лет назад официальная медицина признала биологически активные добавки, они по-прежнему подвергаются резкой критике как со стороны средств массовой информации, так и государственных органов, контролирующих оборот БАДов. Вымыслы и правда о биологически активных добавках – это тема беседы с гостем нашей программы. Марина Журавлева, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ММА имени Сеченова. Марина Владимировна, здравствуйте. Итак, мы с вами будем говорить о БАДах. Все-таки они лечат или не лечат? Практически весь ответ на этот вопрос, он сформулирован уже в определении. БАДы – это такая короткая аббревиатура. Это биологически активные добавки к пище, которые представляют из себя концентрат натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ и вводятся либо непосредственно в организм, либо с различными пищевыми продуктами с целью обогащения рациона человека. И вот, собственно, в этом определении уже понятно, что это не лекарственный препарат и целью лечения каких-либо заболеваний создание биологически активных добавок не предполагает. То есть биологически активные добавки, они помогают организму правильно функционировать? Да, вообще это уникальное средство. И на сегодняшний день, говоря вообще о добавках к пище, мы все-таки должны определить с вами, насколько важно действительно сбалансированный, полноценный, рациональный пищевой рацион для человека. Вот Институт питания РАМ, он провел очень большие исследования и показал, что в нашей стране, в общем-то, людей, которые рационально питаются, не так много. И выявляется у нас как дефицит одних составляющих и компонентов пищи, это витамины, минералы, микроэлементы, макроэлементы. И в то же время идет преобладание, ну, не совсем приемлемых, ненужных, что ли, организму веществ. Это большое количество жиров, углеводов, сахаросодержащих веществ. То есть идет налицо дисбаланс. И вот биологически активные добавки к пище, они призваны корректировать, нормализовывать вот эти все дисбалансы и дать возможность помочь не только здоровому человеку дальше качественно, полноценно жить, проводить какие-то оздоровительные мероприятия, но и помогать больным людям, поскольку питание, даже есть такое, один из видов терапии, это лечебное питание. Это очень важный фактор, и его ни в коем случае мы не должны сбрасывать со счетов. Продвижение на рынок и использование БАДов на сегодняшний день регулируется пятью федеральными законами. А работа идет в трех направлениях. Оборот БАДов, защита потребителя, защита производителя и дистрибьютора. Что же касается основных нарушений при работе с биологическими добавками, то их немало. Основное – реализация продукта без сопроводительных регистрационных удостоверений, санитарно-эпидемиологических заключений и удостоверений о качестве и безопасности. Кроме того, к явным нарушениям реализации биологических добавок относятся несоответствие информации на этикетке, согласованной при регистрации, требованиям законодательства и продажа БАД с использованием курьерской доставки. По закону БАДы должны продаваться в специализированных пунктах. И это не полный список нарушений, с которыми уже сегодня ведется борьба как со стороны государства, так и со стороны добропорядочных игроков БАД-рынка. Мы всегда должны помнить о том, что биологически активные добавки к пище, они принципиально отличаются от лекарственных препаратов количеством вводимых туда биологически активных веществ. И они никогда не должны превышать физиологическую норму организма. Например, если это витамины, то суточная потребность должна быть только на уровне физиологической. А в лекарственных препаратах она может превышать для того, чтобы оказать быстрый и своевременный эффект. И поэтому, когда мы говорим, могут ли они оказывать определенное лечебное воздействие, да, мы эту возможность не отрицаем, но только в комплексе, при лечении заболеваний, только в комплексе с лекарственными препаратами. Для справки, специалисты выделяют три группы биологически активных добавок к пище. Нутрицептики применяются для коррекции химического состава пищи. Парафармацевтики рекомендуют для укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний. И эубиотики – высушенные препараты бактерий, обитающих в кишечнике, препятствуют размножению патогенных микроорганизмов. При этом каждая группа должна содержать определенное количество витаминов, которое ни в коем случае не должно превышать суточную норму. Кроме того, покупая БАД, надо учитывать, что на эффективность растительного препарата сильно влияет место его произрастания. Например, льняное семя. Так уровень полинасыщенными жирами у этого растения сильно различается. Семя, собранное на юге, содержит меньше жиров, чем семя, собранное в более холодных странах. И еще. При употреблении БАД надо знать, добавки имеют непосредственное влияние на организм, а злоупотребление может привести к нежелательному эффекту. Например, психостимуляторы-адаптанты на основе женьшени, лимонника, радиолы розовой для повышения умственной и физической активности могут вызвать перевозбуждение и раздражительность. А излишнее потребление хмеля, активным веществом которого является лапутин, может привести к головокружениям и заторможенности. Еще такой вопрос. Рынок БАДов в России растет стремительно. Это благодаря чему происходит? Благодаря рекламе, врачам? Вы знаете, эта тенденция, она общемировая. Здесь нет никаких особенностей нашего рынка. Наш рынок вообще фармацевтический, бурно развивается. Это очень хорошо, потому что теперь в арсенале врача имеется достаточно широкий выбор лекарственных препаратов при очень сложных состояниях и заболеваниях. И, безусловно, растет рынок биологически активных добавок к пище. Поскольку мы уже с вами говорили, что это одна из проблем современного человека, нерациональное питание и масса заболеваний, которые возникают на этом фоне. Поэтому, вот, например, железодефицитная анемия. Это недостаток железа, в том числе и в пищевых продуктах. То есть, алиментарная недостаточность, йод. Мы все знаем, что, например, Москва и Подмосковье эндемичны по гипотириозу. То есть, недостаток йода в пище, в воде. Поэтому, вот, например, йодированная соль, это является как раз примером добавки к пище, которая может восполнить этот дефицит. Но, в то же время, говоря о расширении развития рынка биодобавок, не нужно ставить между ними и лекарственными препаратами знака равенства. У каждого своя миссия, своя функция. Но, в то же время, не надо их и противопоставлять. И хотелось бы, все-таки, чтобы и пациенты, и те, кто производят биологически активные добавки, и врачи, ну и вообще, все наше гражданское общество, чтобы оно разграничивало, что ли, и давало возможность биологически активным добавкам проявить свои лучшие свойства, а лекарственным препаратам лечить заболевания. Марина Владимировна, спасибо за интервью. Спасибо. Лекарства можно не только пить, но и вдыхать. Ингаляционная или анебулайзерная терапия набирает популярность. И это объяснимо. Ингаляции более естественны и физиологичны для нашего организма. Они не нагружают печень, как таблетки, поэтому иногда являются единственным методом лечения для детей до 5 лет, а также пожилых и ослабленных больных. Ну и к тому же с появлением портативных нейбулайзеров делать ингаляции теперь можно и дома. Как выбрать правильный нейбулайзер, выясняла Полина Меркулова. Когда ты дышишь, ты дыши спокойно, не спеша, через рот или через нос, как тебе удобней. И масочку плотно, чтобы она прилегала к твоему личку. Четырехлетний Максим четко выполняет указания врача. У него бронхиальная астма. Для маленьких детей с патологией нижних доходительных путей нейбулайзеры являются единственной возможностью доставить дозированные лекарственные препараты в больные бронхи и легкие. Покупать нейбулайзер надо только, если вам врач порекомендовал это сделать. Потому что купить и не знать, что дальше с этим делать, это, в общем, выбросить деньги. Надо четко понимать необходимость проведения ингаляции и в каких случаях она проводится. Попробуем освоить азы нейбулайзерной терапии. Для начала посмотрим на нашу дыхательную систему. Верхний уровень или верхние дыхательные пути – это нос, носоглотка и ротоглотка. Частые проблемы – риносинуситы, фаренгиты и гаймориты. Спускаемся ниже к нижним дыхательным путям. На уровне гортани получаем ларингиты, больная трахея означает трахеиты. В бронках прочно обосновались бронхиты и астма. И, наконец, главный дыхательный орган – легкие, которые страдают от пневмонии. Небулайзеры способны разобраться со всеми этими проблемами. Различают два основных типа приборов – компрессорные и ультразвуковые. По сути, принцип работы всех ингаляторов одинаков. Это измельчение лекарственного средства на множество ультрамелких частиц или микрон. Чем меньше частицы, тем глубже по дыхательным путям проникает лекарство. Необходимо, чтобы размер частиц был достаточно маленький. Это от 2 до 5 микрон. То есть это получается такая взвесь маленьких-маленьких капелек. И вот чем больше вот это количество таких частиц, тем эффективнее будет проводимая ингаляция. Следует также учитывать мощность прибора. Чем она выше, тем быстрее лекарство превратится в пар. У каждого типа небулайзеров есть свои плюсы и минусы. Компрессорные приборы больше весят и шумят, зато измельчают любые подходящие для ингаляции вещества. Ультразвуковые лечат бесшумно, некоторые портативно и помещаются в карман, а также работают под любым углом, что немаловажно в случае с тяжелыми больными или маленьким ребенком. Однако ультразвук неэффективен, когда используется суспензия, а также способен за счет повышения температуры разрушать структуру некоторых лекарств. Вдыхаешь ртом, выдыхаешь нос. Лечение небулайзерами, как и любая медицинская процедура, требует профессионального подхода. Конечный результат определяется не характеристиками прибора, а умением грамотно им пользоваться. Полина Меркулова, Юрий Белов, Вести фармацевтика. Мне осталось только пожелать здоровья вам и вашим близким, но тем, кого болезнь не обошла стороной, могу посоветовать почаще смотреть нашу программу. Ведь выбор правильного лекарства – одно из составляющих хорошего самочувствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова